Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». В эту субботу, 14 сентября в Самаре отмечают День Дружбы Народов. Отмечают весело и красочно, в таком формате фестиваля, вернее этнофестиваля. Основное действие в Струковском парке. Ну, а подробности они у моих гостей. Со мной в студии это Надежда Петровна Осипова, руководитель управления национальной и конфессиональной политики Департамента внутренней политики администрации губернатора Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Это Мгер Попекян, заместитель председателя Самарской региональной общественной организации Союза армянской молодёжи. Здравствуйте! Здравствуйте! И Галина Ушмаева, начальник отдела организационного обеспечения государственной национальной политики Дом Дружбы Народов. Здравствуйте! Здравствуйте! Всем вам большое спасибо, что пришли, потому что впереди нас ждёт замечательный праздник Дом Дружбы Народов. Вернее, не Дом Дружбы Народов, а праздник День Дружбы Народов. День Дружбы Народов уже заговорился. Давайте, смотрите, насколько я понимаю, у нас в пятый раз уже будем его отмечать. Мы в пятый раз отмечаем замечательный праздник День Дружбы Народов. Это региональный праздник, которому мы уделим огромное внимание. И помним, что в этот день мы все вспоминаем Самарскую обеспечения, представили, 157 национальностей. Это один из самых многонациональных. 150 национальностей у нас в регионе. Да, да, и поликонфессиональных регионов. Конечно, это огромное богатство и огромная ответственность. Богатство, потому что мы такие разные и ответственность, потому что мы должны сохранять согласие, мир, взаимопонимание и в то же время сохранять и культуру. Несмотря на то, что у нас 150 национальностей, у нас один из самых спокойных регионов в этом плане. Я вообще не помню никаких конфликтов. Я не знаю, может, вы меня сейчас поправите. Самарский народ настолько мудрый, что умеет жить в мире согласий. Издревле так было, и действительно Поволжье, и Самарский край не знает межнациональных конфликтов, межконфессиональных конфликтов. У нас 150 языках там в струкачах будет звучать «здравствуйте», наверное. Здравствуйте, да, можно я поздороваюсь. Сесемесы, Саванны, Шумрачи, Барэзес, здоровенько было, Гутентак, Бахтэле. Еще на каких языках? Ассалам алейкум, как все говорят мусульмане. Я думал, Мгер у нас скажет «Барэмзес», да, а вот это вы... Хорошо, вот смотрите, пятый раз, да, в принципе, вся страна отмечает немножко в другое время, но, тем не менее, Самарская область, Самара решила отмечать в сентябре, и замечательно у нас получается, да? Такие региональные праздники есть у нас у соседей. В Оренбургской области они отмечают 1 сентября, в Екатеринбурге, в Свердловской области отмечают тоже в конце августа, в Ульяновске есть такой праздник, они отмечают в июле. В Самарской области традиционно, это проходит в этом году 14-го числа, 12-го числа был принят закон о памятной дате, в соответствии с которой мы отмечаем этот праздник, а так мы в ближайшую субботу, это будет 14-го числа, и праздник будет идти в Струковском парке с 12 до 17 часов. Это будет уникальное действие, уникальное зрелище. Мы еще позовем людей, да, в этот день, в праздник призовем. Вот у меня, значит, Галине, вот смотрите, что там будет интересного? Ну, на самом деле, в этом году у нас, поскольку пятый юбилейный раз мы отмечаем День дружбы народов в Самарской области, очень насыщенная программа, которая подразумевает и раскрытие культуры народов в Самарской области, и элементы просветительских программ, где каждый сможет посмотреть, увидеть и, самое главное, запомнить и подчеркнуть культуру народов в Самарской области. Пятый раз, Гуляй, в чем отличие в этот раз? Я так понимаю, что каждый год хотите что-то новенькое такое, да? В этом году у нас, самое главное, мы формат выбрали, это на фестиваль, в рамках которого народы Самарской области смогут представить и раскрыть свою культуру. В рамках концертной программы пройдет театрализованное действие, музыкально-хореографические постановки, музыкальный баттл с участием профессиональных диджеев и различных коллективов, в том числе и в Самарской области. Будет раскрыт народный театр. Мы пригласили муниципальные районы нашей Самарской области, чтобы они показали богатство и народного театра на разных языках. Вот в том числе и татарский народный театр у нас будет из Камышлы. В рамках этой же театрализованной площадки у нас представители национальных общественных объединений будут показывать свои национальные обряды в интерактивной форме, и каждый гость нашего праздника сможет стать участником этих традиционных обрядов. Вот так вот, да. Но театры вообще ждут, я знаю, многие, потому что он более-менее так знаменит. Символе этому театру сто лет исполняется в этом году, и даже во время Великой Отечественной войны театр продолжал играть. Это уникальный театр. У нас не так много таких театров, их нужно беречь и выводить на большую сцену Самары. А вообще уникальность, на мой взгляд, в чём? В том, что в этом году более 30 площадок. Вот никогда такого количества площадок у нас не было. Уникальный галоконцерт, который будет идти с 12 до 5 часов вечера, выступит 49 коллективов творческих, лучших, народных. Будут звучать русские, чувашские, татарские, армянские, грузинские песни. 150 народностей, вы не сказали, национальностей, да. Я просто не представляю. Сейчас попросите перечислить, я, наверное, не смогу. Ну, 19 национальных культур будет представлено так ярко, образно. И в этом году как никогда к нам рвутся, едут творческие коллективы и гости из муниципалитетов, из Сызрани, из Тольятти, из других городов и районов Самарской области. Еще уникальность в том, что в рамках Дня дружбы народов мы еще проводим фестиваль национальных свадеб. Это уникальное действие. ЗАГС в этом году решил чествовать молодоженов в рамках этого фестиваля. Это будет очень красиво с учетом элементов национальных свадеб. Представьте себе. Сказали чествовать молодоженов, так это скромно. На самом деле, друзья мои, я вам открою тайну. Там будут национальные свадьбы, насколько я понимаю. И вот вместе с ЗАГСом вы это организовали все. Вы представляете, какое-то красивое шоу, я не знаю, будет. Вот эти вот невесты в национальных нарядах, с национальными традициями, с обрядами. А сколько национальных пар будет? Пока сложно сказать? Семь национальных пар будет. Ну и будут... С гостями со своими. Вы представляете, что это будет? Они из ЗАГСа сразу приедут в Труковский парк и присоединятся к нашему дейсу, к нашему празднику. А свадьба-то на всю жизнь запомнится такая, а всем городом будем отмечать. И там национальные пары, башкирские, азербайджанские пары, многонациональные пары. Так что это уникально, конечно. Для молодежи, конечно, интересно. Да, этот праздник проходит в год театра и в год, международный год родных языков. Поэтому в этот год в этом парке должна звучать родная речь. И у нас специально посвящена работа литературной площадки. Будут звучать национальные поэзии. Будут звучать национальные поэзии стихи на азербайджанском, на армянском, на чувашском. Где мы еще в Самаре это услышим? А здесь дети будут читать стихи на родных языках. Мы про молодежь говорим, говорим. Почему просто Мгер у нас представители молодежи? Вот насколько вообще подобные праздники интересны? Все равно представителям какой-то русской, башкирской, армянской, азербайджанской молодежи. Но, тем не менее... Сейчас в наше время очень важно, чтобы молодежь понимала и оценивала ценность, важность культуры своей. Поэтому очень многие тянутся и хотят участвовать в этом. К национальной культуре. Да, к своей национальной культуре. Интересуются чужой культурой, как она происходит, какие особенности есть. Находится очень много каких-то смежных тем, как мы... То есть, уже та же свадьба, как проходит у нас часто у соседних стран, особенно если это небольшие страны, то есть какие-то смежные... Да, что-то одинаковое у нас... Похожести. Неправильное слово, но многие так говорят. Есть какие-то, да, похожести. И в этом смысле очень важно, что администрация города, Союз народов Самарской области, все принимают на себя этот груз ответственности и организовывают такой праздник. Это действительно достойно похвалы и очень заботливо по отношению к праздникам. Вы сейчас говорите не как молодой человек, а как умудрённый жизнью такой, да, с синобородой. А вот вы сами как молодой совершенно парень. Вот что вас привлекает в подобных? Мне, в первую очередь, конечно, привлекает сохранение своей культуры, не буду скрывать. Вот так. Да, но не менее важно для меня понять, рядом с кем я живу, как у других принято. Потому что интересно. Интересно, и хочется понимать и с пониманием относиться ко всем традициям, обычаям, чтобы не вызывало, скажем, какого-то отторжения. То есть, если ты знаешь, что это такая традиция или такой обычай у народа, то как бы воспринимается всё намного проще и легче. А когда думаешь, что человек как-то… Хочет тебя задеть. Да, непонятно, зачем он это делает, но делает. И воспринимаешь всё иначе. Такие праздники помогают понимать друг друга намного ближе. Замечательные слова, на самом деле, только что сказали. Смотрите, ведь там, я когда говорю, что там будет очень интересно. Там эти мастер-классы, насколько я понимаю, будут, да? Да, там различные мастер-классы. И по русской письменности тоже будет посвящено Году языков. И по изготовлению различных изделий. Это и куклы народные, традиционные, которые были. Это и показ того, как посуда изготавливалась, и многое другое. И я думаю, что всем будет очень интересно. С удовольствием всех приглашаем принять участие. Да, обязательно. Не только посмотреть, потрогать, но ещё не изготовить. Да, участвуйте изготовить. Смотрите, ведь люди разные бывают. Некоторые довольно-таки такие пассивные и неактивно стараются участвовать в разных мероприятиях, подчёркивать свою этническую какую-то особенность. Но для них тоже ведь будет интересно. Для таких людей тоже что-то делается. У нас будет очень интересная площадка, киноплощадка, где можно посмотреть фильмы по нашей тематике из фестиваля «Соль земли». Да, «Соль земли». Архивные фильмы из фестиваля «Соль земли». У нас очень много интересных площадок, которые не только интересны для... Тут детские площадки, интерактивный площадок, хоровод, танцевальные баттлы. Это где будут меняться национальные танцы, русские, татарские, азербайджанские. Просто хотя бы прийти на выставку предметов быта, одежды, кухни, да, и не обязательно участвовать, но хотя бы посмотреть. Мы в одну миссию увидим то, что нигде больше в таком концентрированном виде не увидим. Замечательно. Особенно замечательной площадкой у нас будет сбор гигантского пазла «Дружба», где все желающие смогут принять участие. И мы будем собирать огромное полотно, как символ единства и согласия на Самарской земле. Вот так вот. Дорогие друзья, просто еще раз хочу сказать, в эту субботу с 12 часов дня, там вы на невест посмотрите, и на огромное количество представителей разных народностей. Вот там по площадкам будет громадиво, да, про все сказать нереально. Нереально. Я просто обратил внимание, вот такая Эйнштейн-пати, это что такое? Это интеллектуальный турнир, он будет у нас проходить в несколько этапов. Все желающие жители смогут принять участие. Это в несколько этапов игра, которая подразумевает вопросы, которые познакомят нас с культурой и обычными традициями народа в Самарской области. Команда победителей в итоге получит главные призы. Все желающие принять участие, и кто примет участие, получат сертификаты участников. Вот так вот. То есть заинтересовали по полной. Практически времени осталось, но если что-то еще хотите сказать, пожалуйста. Будут открыты арт-объекты, какие можно будет узнать, когда придете на праздник. Это очень интересные арт-объекты. Вот так вот. Если хотите узнать все секреты, то приходите в Струковский парк. Я представляю, там столпотворение будет то еще, но будет замечательно. И не просто они смогут увидеть эти арт-объекты, а еще и поучаствовать в их создании. Да, в их создании. Ну что ж, друзья мои, встречаемся тогда в Струковском парке в эту субботу. Спасибо вам большое. До свидания.